Рада всех приветствовать на канале Цветочная Палитра. С вами я Галина. Сегодня речь у нас пойдем о том, как бороться с клещом в условиях дома. Понятное дело, что есть профессиональные препараты, окорициды, которые мы можем применять и избавляться от этого клеща. Но если подумать о том, насколько они ядовитые, то в условиях квартиры или дома применять их совсем не хочется. Даже если мы занесем все это в ванную, побрызгаем, потом будем проветривать ее, все равно доля химии попадет в наши квартиры. Что же применяла я в этом году против нашествия клеща? Клещ посиделился у меня на бегонии и затронул несколько экземпляров петунии. Черенки петунии я оставляю всегда в условиях дома, потому что теплица у меня нетапливаемая. Если бы это было дело о теплице, разговор шел бы, там бы я не заморачивалась. Там я бы купила любой окорицид и просто обработала растения. В условиях дома химию я стараюсь не применять совершенно. Для того, чтобы увидеть, как проходит жизнедеятельность клеща, мы можем посмотреть на листья бегонии. Сейчас перед вами те листья, которые были поражены этим паразитом. Он высасывает сок и в конце концов растение даже может погибнуть. Сейчас вы видите, что вот эти, допустим, листики поражены, а если взять поглубже, то там листво совершенно целенькое и совершенно хорошее. Значит, это то, что я успешно боролась с клещом. Теперь не буду затягивать ролик и покажу вам средство, с помощью которого я победила этого вредителя. Это совершенно обычный барс. Это спрей инсектоакарицидный для от блох, от клещей, от волосоедов, там чесоточных каких-то клещей еще для кошек. Стоит он, конечно, недешево. Если вот так вот, знаете, как бы говорить в плане ценовой политики, это не дешевый препарат. Но думаю, что у многих, кто держит животные, эти препараты дома есть. Здесь главное вещество, сейчас я вам увеличу вот так вот, посмотрите, что это. И есть еще вспомогательные вещества, вот о них я тоже сейчас расскажу. Для того, чтобы использовать этот препарат, нам никаких ухищрений не нужно. Не надо разводить его водой, ничего делать. Просто мы, как по инструкции, должны потрясти этот хорошенько-хорошенько флакончик. И буквально вот нанести небольшой слой, сразу вам говорю, небольшой слой. Так, почему небольшой слой? Дело в том, что однажды, успешно применяя этот препарат, не на бегоне, а на другом растении, на таком, как питунья, я умудрилась сжечь листву. Здесь есть какое-то вспомогательное вещество, которое, знаете, вот такой вот у него налет блестящий, как бы немножко липкий. Вот думаю, что это и есть вот это вспомогательное вещество. Нам, производитель, о нем не говорит. Просто написано вспомогательное вещество. Для того, чтобы применять барс безопасно для своих растений, нужно соблюдать некоторую осторожность. В плане того, как я уже показала, не нужно сильно обрызгивать. Можно ли брызгать со всех сторон? Да, пожалуйста, обрызгайте. Но по своему опыту могу сказать, что достаточно обработки сверху. Вот была обработка сверху. Главное, чтобы все это, знаете, как не было залито барсом. Просто было легкое обрызгивание. Второй важный момент. Если вы хотите избавиться от клеща, то вам нужно в течение 9 дней обрабатывать свои растения с промежутком 3 дня. Итак, первый раз я побрызгала. Прошло 3 дня. Вернее, на третий день я обрызгала опять растения. Прошло 3 дня. Я опять обрызгала свои растения. Только не переборщите. Не переборщите, иначе вы сожжете листву. Теперь хотела сказать несколько слов о том, что этот препарат может немножко повредить молодым листикам. Вот вы видите, да? Это сжег немножко край листа нежного. И поэтому вот такой вот вид у этого листика. Ну, а дальше уже, когда вот этот вот препарат остался на других листьях, нормальные молодые листики стали разворачиваться и жить спокойно. Здесь тоже плошка. Вы видите, с жизнедеятельностью клеща. Гадость еще так. Барс тоже имеет некоторый запах, но вы знаете, его ни с чем не сравнить. Ни с фитовермом, ни с другими препаратами. Кстати, хочу вам сказать, что если даже у препарата нету запаха, это не значит, что он не ядовитый. Вот многие говорят, да, он даже не пахнет. Я им сейчас в квартире. Остановитесь, подумайте тысячу раз. А вам оно нужно? Ведь вы будете вдыхать вот эти вот пары. Барс тоже имеет некоторый запах. Ну, знаете, с этим мириться как бы можно. Вот такой вот небольшой совет. Если кому-то он покажется полезным, воспользуйтесь. Только обязательно, как бы, смотрите, не переборщите в плане того, что вы, знаете, сильно-сильно зальете растение. Нельзя барсом так пользоваться. Немножко, немножко. Может быть, даже четыре раза вам придется обработать ваше растение, но это не так важно, да, как важно то, чтобы не залить их полностью этим препаратом. Итак, пользуйтесь. Всем самого доброго дня. Всем самых красивых растений. Поменьше вредителей. Поменьше всяких уходов за ними. Вернее, борьбы с ними. И, конечно, всем большого-большого здоровья и мирного неба. Всего доброго. С вами была я, Галина, и моя цветочная палитра.